В течение всего года проводились соревнования между командами предприятий различных сфер. С февраля трудовые коллективы участвовали в соревнованиях более чем по 22 видам спорта. Заключительные состязания по стритболу прошли в минувшую пятницу в спортивной школе «Триумф». Наши корреспонденты узнали, кто предпочитает проводить время не дома, а на спортивном турнире. Проводить рабочую неделю в офисе, заниматься однообразной работой довольно утомительно. Поэтому коллективы различных организаций нашего района предпочитают собираться вместе и отстаивать честь своего предприятия на спортивном состязании. Идея зарождения этой спартакиады, это как бы мы решили в зимнее время, чтобы наши работники тоже не засиживались за столами, а получали тоже какую-то двигательную активность. Пусть это не супер мастера, пусть это не супер подготовлено, но вот эти эмоции, вот эти эмоции, вот этот вот накал борьбы, ну это самая главная цель этой спартакиады. Они не показывают сумасшедшие результаты, но они показывают то, что они могут. Некоторые вспоминают свою молодость, чем-то кто-то занимался. Всего в спартакиаде приняло участие 11 команд. С каждым годом их число увеличивается. Эти люди в прекрасной физической форме, в отличном настроении доказывают, что активный отдых полезен и для души, и для тела. Все участники спартакиады – непрофессиональные спортсмены. У них нет золотых кубков и каких-то значимых наград в спорте. Но, несмотря на это, они вышли на спортивную арену и показали все, на что способны. А где можно перед Новым годом, когда идут отчеты, вот эти все, информация большая, и тут расслабиться немножко. Только на таких соревнованиях. Во-первых, это движение, это положительные эмоции, это эмоциональная разгрузка для нас. Поэтому это здорово. И многое то, что команд участвуют, вообще хорошо. В этот же день состоялось торжественное закрытие спартакиады. Были названы победители. По итогам всех состязаний на первом месте команда управления образования. Серебряными призерами стала команда «Олимпийский управбас». На третьем месте – сборная детской и юношеской спортивной школы «Урожай». Те, кто еще не принял участие в спартакиаде, может вступить в спортивные ряды трудящихся и побороться за титул чемпионов. Но уже в следующем году.